Здравствуйте! Это новости Дагестана. Меня зовут Хатима Буталибова. И вот главные темы на сегодня. А у нас в квартире газ. Правда, жители одной из многоэтажек Махачкалы этим похвастаться уже не смогут. Почему людей лишили голубого топлива, узнаем в выпуске. День памяти великого полководца. 4 февраля вспоминают имама Дагестана и Чечни, предводителя борцев, имама Шамиля. О том, каким он остался в памяти дагестанцев, расскажем через несколько минут. Главная достопримечательность Дербентом. Совсем скоро в парке Патриот завершится установка экраноплана Лунь. Мастер-класс от чемпиона. Абдурашид Садулаев показал свои лучшие приемы юным спортсменам Новосибирска. В частном одноэтажном жилом доме в Карабдахкенском районе произошел взрыв. Взорвался газовый баллон. Последующего горения не было, сообщает прислужба МЧС по республике. Дом полностью разрушен. К счастью, никто не пострадал, так как в момент взрыва в доме никого не было. Махачкалийскую многоэтажку самовольно подключили к газу. Выявить незаконное подключение 12-этажного жилого дома в столице Дагестана к сетям газоснабжения удалось специалистам службы эксплуатации «Газпром» газораспределения «Махачкала» советского района совместно с сотрудниками полиции. Капитальное строение соединили с газопроводом пластиковыми шлангами, предназначенными для водоснабжения. Подача голубого топлива в жилой дом из-за вероятности возникновения несчастных случаев приостановлена. Застройщика привлекут к ответственности. Служба эксплуатации советского района Горова-Махачкала проводит рейдовые мероприятия по отключению шланговых и металлопластиковых соединений самовольно подключенного дома по улице Азизалиева. Мероприятие проводится совместно с участковыми советского РОВД. Это проводится хищение газа однозначное. Шланговые соединения металлопластика проходят через многоэтажный дом в подвальные помещения и идут в квартиры. Поэтому у нас большая просьба населению не проводить самовольно-газовые подключения, проходить к нам в РОВД, писать заявление на подключение к газовым сетям. Мы будем все усилия прилагать для того, чтобы было все в законном виде. На Валакском районе правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В селе Новочуртах были обнаружены и изъяты пистолет, 287 патронов, бездымный порох, выстрел ВОК-25 и граната. По словам задержанного, о боеприпасах он узнал только во время обыска. Запрещенные предметы, со слов матери подозреваемого, принадлежали его покойному отцу. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и достоверность показаний. У полицейских есть основания полагать, что мужчина занимался переделкой и сбытом оружия и боеприпасов. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Украли велосипед. Накануне в отдел полиции по Кировскому району Махачкалы поступило заявление о пропаже велосипеда. Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался 22-летний житель города, ранее судимый за кражу. Воспользовавшись отсутствием владельца и очевидца, ВОН проник в подъезд жилого дома и украл велосипед с лестничной площадки. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Осторожно, пешеход! Под таким названием Махачкалинская госавтоинспекция провела сегодня единый день безопасности дорожного движения. Основная цель мероприятия, подчеркивают организаторы, научить водителей уступать дорогу. И напомнить пешеходам, что переходить автомагистраль можно только на разрешающий сигнал светофора. К слову, с начала года в Дагестане из 92 ДТП 23 – это наезды на пешеходов. Четыре человека погибели, в том числе маленький ребенок. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция МВД по республике Дагестан призывает пешеходов переходить проезжую часть дороги только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора. В целях обеспечения безопасности в вечернее время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать на своей одежде световозвращающие элементы. Водителям необходимо быть особенно внимательным при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходам на пешеходных переходах. Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливы и помните, что взаимное уважение – залог безопасности. Главная достопримечательность в Дербенте в парке «Патриот» начата работа по установке на постамент экрана плана «Лонь». Учитывая вес в 280 тонн и его уникальность, буксировка проводится предельно аккуратно во избежание повреждений. Для этого под судном накачаны пневматические роли к мешке. До места постоянной дислокации «Луню» осталось порядка 80 метров. Работы по благоустройству военно-патриотического парка продолжаются. Площадь участка парка составит 204 тысячи квадратных метров. В данный процесс привлечены бригады из 10 человек и 3 единицы техники. В дальнейшем экраноплан «Лунь» станет главным экспонатом парка «Патриот». Сотрудники горзеленхоза и горсервиса собрали могильные камни, которые валялись вдоль федеральной трассы в районе Дербента и перенесли их на кладбище. Такая работа была проведена в связи с обращениями жителей. Старые могильные камни, находившиеся среди мусора вдоль дороги, подвергались разрушению. Сообщалось, что некоторые из них были вывезены неизвестными. С целью сохранения могильных памятников, бережного отношения к памяти предков, данные камни были привезены на территорию кладбища и расположены на заранее очищенной площадке, сообщает пресс-служба мэрии Дербента. Память о герое не меркнет. Прошло чуть более 150 лет, как ушел из жизни великий полководец и ученый Имам Шамиль. Но слава его не забыта даже спустя столько времени. О Шамиле снимают фильмы и передачи, посвящают ему книги и статьи. Тему продолжит Карим Даниев. Имам Шамиль. Личность большая и значимая на Кавказе. Родился в Гимры, учился у видных ученых 19 века, среди которых Саид Араканский Джамалдин Казикумовский. В Харахи в возрасте 37 лет на Совете ученых он был возведен в ранг имама Дагестана. И позже продолжил дело в Чечне. Народ по сей день помнит и почитает великого полководца. История хранится и передается из поколения в поколение. Нет человека во всем регионе, кто бы его не знал. Имам Шамиль – это великий шейх. Он также правил имаматом в Чечне, Дагестаном, руководил. Также он распространял ислам. Очень большое дело сделал для ислама. Говорят, что он был шейхом Нахши Батни, Шарли Алихата тоже был. Много мурюда у него было. Но если бы он таким тоже не был, то за ним тоже люди, наверное, не пошли бы. Он укрепил ислам. Одним словом, укрепил ислам. Во-первых. И сохранил то, что есть. Вот за единство и в первую очередь за то, чтобы ислам в последующем жил. И из поколения в поколение передавался тот правильный ислам, который он пытался сохранить в то время. С помощью ислама он хотел помочь своим же землякам, как я думаю. Шамиль не только полководец. Он и ученый. Его главной задачей было сохранить и распространить знания об исламе. Эта цель двигала им. На пути укрепления религии в родном Дагестане он не жалел ни сил, ни средств. И посвятил этой идее всю свою жизнь. Если говорить об имаме Шамиле как ученым, нужно сказать, что он был соратником и ближайшим другом первого имама Дагестана. Того, кто начал эту деятельность. Деятельность по утверждению шариата в селах Дагестана. Имам Азим Мухаммад убеждал людей, рассказывал людей, в чем заключается основная суть ислама. Ему даже принадлежит трактат, который назывался «Превосходство шариата над Адатом». Он вот таким научным путем пытался до людей донести. Такие были первые шаги. Уже при власти имама Шамиля, каждый наибский был хазер, каждый наибский был имам. Имам Шамиль уделял большое внимание образованию. Были даже такие случаи, имам каких-то молодых людей, в виде их неспособности в плане образования, освобождал от воинской обязанности, чтобы они посвящали свою жизнь, образованию. Известно, что у имама Шамиля была большая библиотека. Последний год своего правления, когда ему пришлось переместиться на гору Гуниб, эту библиотеку также вместе со всем имуществом перевезли на гору Гуниб. Для чего при нем была такая библиотека? Потому что он всегда опирался на опыт пророка Саласа. Он изучал сиру, то есть жизненное описание пророка. При построении государственности, при каких-то своих действиях. Это он всегда опирался на опыт предыдущих ученых, на опыт самого пророка Саласа. И он всегда был тестом общения с книгами. И вот на горе Гуниб, когда это все драматические события даже шли, вот библиотека была при нем. И отдельным грузом ее всегда возили вместе с имамом Шамилем, куда бы он ни направлялся. 4 февраля – это день памяти имама Шамиля. За его самоотверженность и геройство память о нем не угасает больше 150 лет. О Шамиле снимают фильмы, передачи, пишут книги и печатают статьи. А народный фольклор Дагестана полон преданий о нем. Раскрыть личность имама Шамиля даже можно вот таким маленьким примером. Вот период, когда утверждение имама Шамиля имаму, то, как это происходило в Харахинской мечети, да, взрослые, здоровые мужчины, они выбирают там имама Шамиля, определяют дальнейшую судьбу. И вот первым дает присягу имаму Шамиле, выдающийся ученый, его современник, за голову из Харши. И когда он первый дал ему присягу, сделал напутственные слова, с глаз имама Шамиля пролились слезы. И вот эта огромная мечеть, наполненная взрослыми, да, людьми, учеными людьми, у всех на глазах выступили слезы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эти люди понимали, какая большая ответственность лежит на них, да. Они не встретили эту новость, да, вот эту ситуацию, выстрелами в воздух, какими-то празднованиями, не устроили какой-то пир, а встретили эту новость со слезами на глазах, потому что они понимали ту ответственность перед Всевышним и перед своим народом. Сегодня такая самоотверженность и идейность нашего предка имеет свои плоды. Благодаря ему объединился некогда разрозненный народ Дагестана. А самое главное, мы имеем возможность беспрепятственно исповедовать свою религию. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Более сотни работ, пейзажи, портреты выдающихся людей, натюрморты, бытовые сюжеты и изделия из дерева. В Махачкале открылась выставка самодеятельных художников в самородке Дагестана. Заявить о своем творчестве благодаря этому проекту, реализующемуся с 2012 года, уже смогли более 50 мастеров-любителей декоративно-прикладного искусства. Сейчас здесь представлены труды Мерисмаила Сеидова из Дербента, а также Гаджи и Ибрагима Сумгуровых из села Вачи Кулинского района. Вернисаж проходит в рамках года культурного наследия народа в России и продлится до 16 февраля. Ну вот уже в этом году будет 10 лет, как Республиканский дом народного творчества занимается собиранием изучения творчества художников, которые не получили профессионального образования. Ну вот меня иногда спрашивают, что ты так вот пишешь, о них много, что тебе нравится. Я говорю, очень нравится. Но они вот все-таки не такие, как профессионалы. Так не надо сравнивать, это совсем другое искусство. Оно развивается по другим законам. Оно поддает другой конечный результат. Оно ни лучше, ни хуже. Я это всегда почти говорю, но не все, может, как-то улавливают эту мысль. Оно ни лучше, ни хуже профессионального. И вот сейчас была озвучена цифра где-то 50 таких вот художников, которые мы ведем этот каталог, собираем их биографии и так далее. Но я думаю, их намного больше. И каждый раз появляются новые и новые имена, и это, конечно, здорово. Виртуальная экскурсия «Подвиг народа» в Музее Победы теперь доступна для держателей Пушкинской карты. Молодые люди из Дагестана теперь смогут бесплатно рассмотреть экспозиции в панорамной программе. Экскурсоводом выступит директор Музея Победы Александр Школьник. Участников экскурсии познакомят с важнейшими научными открытиями советских ученых и достижениями медицины в годы войны. А также расскажут о великих деятелях искусства, которые продолжали творчество даже в оккупации. Приобрести билет по Пушкинской карте и узнать подробнее об экскурсии можно на сайте музея. Напомним, с января этого года номинал Пушкинской карты составляет 5000 рублей, 2000 из которых теперь можно потратить на просмотр российских фильмов. Владельцами банковской карты могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В Тарумовском районе задержан правонарушитель за нелегальную перевозку крупной партии рыбы. А в Дагестане новый антирекорд. Число заболевших коронавирусом – 823 человека за сутки. Об этих и других новостях в кратком обзоре Хамзан Румагамидова. Житель Тарумовского района оборудовал в машине тайник для провоза браконьерской осетрины. Сотрудники МВД задержали злоумышленника, который пытался провести незаконно пойманную рыбу. В тайнике оказалось более одной тонны осетрины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом в Дагестане – 823 человека за сутки. По данным оперштаба, на 4 февраля в регионе зафиксировано более 75 тысяч подтвержденных положительных результатов заболевания ковидом. За последние сутки госпитализировали более 250 инфицированных. 516 выздоровело. 200 миллионов рублей потратит Дагестан на реализацию проекта «100 школ». Как сообщает Минэкономразвитие, уже сейчас муниципалитеты республики могут подавать заявки. Отметим, что за 4 года работы проекта было отремонтировано 575 школ на сумму более 800 миллионов рублей. Помимо госфинансирования, на ремонт учебных заведений также привлекаются средства частных инвесторов и меценатов. Уголовные дела в республике за прошлый год нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей. Причем следователи наложили аресты на имущество в сумме более 400 миллионов рублей, тем самым частично возместив ущерб. Еще остались расследуемые дела на 600 миллионов рублей. Как было отмечено, всего следователи передали в суды более тысячи материалов по уголовным делам. Рыгбист Шамиль Магомедов вошел в состав сборной России на первый матч чемпионата Европы. Турнир стартует завтра в Бухаресте. В дебютном матче в столице Румынии российская команда сыграет с хозяевами поля. Воспитанник дагестанской школы рыгби Шамиль Магомедов сыграл 8 матчей за национальную сборную, в которых он принес в своей команде 5 очков. На клубном уровне Шамиль Магомедов является пятикратным чемпионом России. Настоящий праздник для юных борцов из Новосибирска. Абдурашид Садулаев провел мастер-класс в столице Сибири. Посмотреть за тренировкой двукратного олимпийского чемпиона пришли более 500 юношей и девушек, а также их родителям. Титулованный вольник показал свои коронные приемы и ответил на вопросы собравшейся публики. Вместе с Садулаевым на мероприятии присутствовали боксеры-олимпийцы Гайдарбек Гайдарбеков и Султан Ибрагимов. После мастер-класса юные спортсмены получили от чемпиона автограф и сделали памятное фото. И на сегодня это были все новости. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин